Интерьерные куклы все больше подпитывают мой интерес, поэтому, увлеченная новой идеей, по новым выкройкам, я с головой погрузилась в создание куклы и, замечая времени, отложив на потом все дела и полностью отдавшись процессу. Шьем голову, сострочив две детали затылка, место для набивки оставим открытым. Далее, сострочим детали лица и затылка. Шьем туловище, сострочим две детали туловища, место для набивки оставим открытым. Выворачиваем деталь. Шьем ручки, сострочим попарно детали правая и левая ручек, место для набивки оставим открытым. Шемерный куклов Выворачиваем полученные детали. Детали ручек набиваем наполнителем, место набивки зашиваем ручной потайным швом. Выворачиваем полученные детали. Выворачиваем полученные детали. Выворачиваем полученные детали. Утяжка пальцев делается обычной удлиненной иглой с ниткой в два сложения телесного цвета. При утяжке после каждого шага иглы не держать в натянутом состоянии. Выворачиваем полученные детали. Выворачиваем полученные детали. Выворачиваем полученные детали. Сострочим попар на детали правый и левый ножек. Подошву оставим открытой. Выворачиваем детали ножек и набиваем наполнителем. Далее пришиваем подошву к ножкам вручную подайным швом. Оставим отрезок примерно 3 см открытым для окончательной набивки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Набиваем наполнителем туловище куклы и голову. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шьем носочки и ботинки, слаживаем пополам детали носочка и пролаживаем шов по боковым срезам. Выворачиваем носочки и одеваем на ножки. На каждую деталь ботинок необходимо настрочить по меткам декоративной полоски и аппликации. Также пришиваем декоративные пуговицы. Детали ботинок слаживаем пополам и пролаживаем швы по боковым срезам. Пришиваем вручную удлиненной иглой с ниткой в два сложения верхнюю деталь заготовки подошвы. Шов начинаем от пятки. Данные заготовки у меня из дерева. Можно изготовить их из плотного картона. Субтитры создавал DimaTorzok Далее надеваем ботинки на ножки. Подшиваем нижнюю деталь заготовки подошвы, повторяя стежки. Субтитры создавал DimaTorzok Отворачиваем края ботинок наружу. Пришиваем ножки. Нам необходима длинная игла, крепкая нить, два сложения и две крепежные пуговицы. Иглу пропускаем насквозь два раза. Пуговицы, ножки, туловище. Нитку необходимо крепко затянуть, обмотать вокруг пуговицы и завязать узелок. Субтитры создавал DimaTorzok Шьем платье и пояс. Необходимо отогнуть горловину лифа и проложить строчку. Слаживаем деталь пополам и пролаживаем строчку по боковому срезу. На юбке платья фиксируем складки и пролаживаем фиксирующую строчку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее пришиваем четыре декоративные пуговицы. Делаем запах и пролаживаем строчку. Совмещаем вместе лифт и юбку платья. Субтитры создавал DimaTorzok Одеваем платье на пуговую 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 пуг Далее рукава слаживаем пополам и пролаживаем строчку к боковому срезу, не доходя до края. Выворачиваем детали и манжеты отворачиваем. Пришиваем ручки, фиксируем длинной иглой с крепкой ниткой в два сложения при помощи двух крепежных пуговиц. Субтитры создавал DimaTorzok Вырезаем деталь воротника, на которой необходимо настрочить декоративную полоску, а также аппликацию. В конце воротника необходимо наложить друг на друга и проложить фиксирующую строчку. Даль пояса необходимо заутюжить, отстречить декоративными строчками на расстоянии 2 мм от края и проделить в пряжку. Пришиваем голову. Нам также понадобится длинная игла и прочная нить. Субтитры создавал DimaTorzok Создаем прическу кукле. На листе бумаги начертить отрезок длиной 6 см. На нем необходимо равномерно распределить декоративный шпагат и прошить по центру мотка. Далее необходимо разрезать декоративный шпагат по торцам мотка и отделить бумагу от треса для прически. Субтитры создавал DimaTorzok Трес из декоративного шпагата приклеиваем на голову кукле. Шьем берет. Продолжаем верхнюю и нижнюю детали берета и пролаживаем шов по наружной окружности. Выворачиваем деталь берета и пролаживаем строчку подобным образом. А колышек слаживаем пополам и пролаживаем боковой шов. Далее получившуюся деталь слаживаем по длине и пролаживаем декоративную строчку. Теперь совмещаем детали и пролаживаем строчку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Создаем зонтик. На клинье зонтика необходимо наклеить декоративные полоски и аппликации. Затем сшиваем детали, чередуя детали с аппликациями. Слаживаем пополам внутреннюю деталь зонта и пришиваем боковые срезы. Далее при помощи загнутых прикусков приклеиваем внутренне зонта. Субтитры создавал DimaTorzok Вставляем ручку, пропустив ее через отверстие, в двух деталях зонта. Слаживаем и приклеиваем по краю зонта бантик и пуговицу. Шьем зайчика. Сшиваем попарно детали ножек, ручек, туловища и ушек, оставив незашитое место для набивания. Музыка 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 На каждой детали головы необходимо сшить выточки, а на передней детали пришить глазки. Далее совмещаем заднюю деталь головы, ушки и переднюю деталь, проглаживаем строчку по наружному контуру. Субтитры создавал DimaTorzok Набиваем все детали наполнителем. Утлиненной иглой с ниткой два сложения при помощи крепежных пуговиц необходимо зафиксировать передние и задние лапки на туловище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одеваем манишку, приклеиваем очки и бантик. Чудесная куколка Романтичная и капельку задумчивая будет изюминкой вашего интерьера, подарит ощущение тепла, нежности, уюта и комфорта вам и вашим любимым.